Я просто всё перевернул с головы с ног на голову, у нас продюсер, это композитор, а то, что один композитор не может писать очень разнопланово, он пишет одно и то же. — Ну, прям. — Ну, очень редким, реально, вот я слушаю, я примерно могу сказать. — Пол Маккартни такой композитор. — Подожди, но он тоже одноплановый, он пишет для сих... — Что он сказал? Сейчас мы... — Он очень хорошо пишет, но... — Матецкого на вас нет. — Да, я слышу, я могу сказать, да, это написал Пол Маккарти, понимаешь? То есть любой композитор, он, в принципе, пишет что-то в каком-то определённом сегменте работает, конечно. Не бывает мультикомпозиторов, поэтому это такой вопрос сложный. Есть саунд-продюсер, вот композитор – это в большей степени саунд-продюсер, наверное, да, я другой организатор. — А как развить в себе... Да, извините. Как развить... — Давайте же. — Давайте же. — Давайте же. — Вопрос. Как развить в себе вот эту профессиональную продюсерскую чуйку? Или это тоже какой-то некий талант? — Как это невозможно развить? Это некий... Мне кажется, сплошной мошенник. — Не надо родиться. — Вот эти вузы, которые готовят продюсеров, ну это мошенники. — Да. — Сто процентным. А что значит мошенник? Ну, продюсер – это человек, имеющий жизненный опыт, некие связи, уверенные в себе, который может с кем-то пойти и договориться, у него уже есть какой-то жизненный опыт, он разбирается. Не обязательно, ведь продюсеры тоже, допустим, есть продюсеры кино, есть музыкальные продюсеры. — Александр, смотрите, вот мы упоминали Айзеншпица. Он в свое время, когда привел Диму Билана... — Юра Настойчева. Ты в курсе, что Дима Милан, он откуда вообще, не помнишь? Юра Айзеншпица в тот момент пришел работать в Мегастар. — То есть к вам? — Да. Это и проект был сделан на деньги в Мегастар. — Да я не знал этого. Зарезно, да? — Поэтому я все очень хорошо понимаю. — Ну хорошо, вы когда впервые видели Билана. — У него уже была харизма, у Димы была харизма. У Юры Билан, я считаю, что это реальный, реальный... — Продюсерский проект, да? — Нет, это реальная потенциальная звезда была в тот момент, когда он оказался рядом с Юрой, да. Вот другие, у него был Сташевский, это продюсерский проект. — Да. — Понимаешь, у него были там певица Саша. — Саша, да. — Тоже продюсерский проект, да. — Катя Лиль. — А вот Билан, он уже был потенциальной звездочкой. — Не все это видели. — Это так и было, да. Поэтому здесь ничего удивительного в этом нет. Мне удивительно, что почему-то все думают, что Рудковская продюсер Билана. Вот это другой вопросик, да. — Она потом стала действительно его продюсер. — Ну, неважно, до такого уровня его привел Юрой. — Вот вы в прошлый раз, когда с вами беседовали, вы рассказывали, что, условно говоря, просрали группу «Ленинград», то есть вы не увидели у Шнура вот этот потенциал, который попросил. — У нас была, вот я рассказывал, Валя Атаханова, которая принесла мне кассеты из Питера, и там было другое вообще. Все было очень клево. Без мата все клево, прикольно. Я просто помню, что нам так это все понравилось. Говорю, давай. А потом выяснилось, что у него еще какой-то проект, и его взял в студии «Галла». А я говорю, слушай, я не знаю, что с матом делать. — Я на этом уже и рванул. — Да, да. Я много просрал в жизни проектов. — Примерно? — Я не помню. Много. Много. Причем я там советовал. В свое время мой приятель привез мне там кассету Стас Михайлов. Говорит, слушай, будет звезда, но я в этом ничего… — Да. — Я ничего с этим сделать не могу. — И Стас Михайлов тоже. О господи. — Да. Мне много чего приносили. Много ребят, которые… Ну и что? — Вот смотрите, вы рассказываете про телевидение, а вот Стас Михайлов очень интересно. Я впервые эту фамилию очень много лет назад услышал от Александра Борисовича Градского. Он сказал, что есть вот Ваенга… — Без телевидения. — Да, Стас Михайлов говорит, что они чешут по всей стране. Их не было на телевидении вообще ни разу. Вообще. Они собирали уже стадионы. — Да. В то время были еще некие другие, то есть помимо телевидения, вот это видео моя оболочка. — Только не говорите, что был интернет. — Нет. При чем здесь интернет? В то время интернет заменяли ларьки. — Да. — Да.